Они стали лучшими в профессии, оставили свои дома и уехали за тысячи километров, чтобы дать знания детям. Их труд отметили на правительственном уровне. Сегодня в Доме правительства почтили людей одной из самых благородных и необходимых профессий учителей. Мадина Каракетова далее. Наверное, никто не станет спорить с утверждением, что учитель – одно из самых благородных и нужных профессий во все времена. Правительство страны и республики всячески старается поддерживать высокий статус учителя и интерес к профессии. Немало молодых людей снова стали выбирать учительство, развивать профессию в ногу с современными веяниями, делая в нее свой неоценимый вклад, в том числе придерживаясь принятых общеобразовательных традиций. Председатель правительства республики Аслан Озов, обращаясь к учителям в их профессиональный праздник, подчеркнул важность их труда. Ваш труд не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но один из самых трудных и ответственных. Это не просто труд, это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Именно на ваших плечах лежит колоссальная ответственность. Заложить у ребенка основы знаний, мотивировать на дальнейшую учебу и выбор профессии. Благодарственные письма главы республики Рашида Тимрезова вручил премьер победителям всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим учителям в 2020 году. Жанне Джандубаевой, учителю истории 5-й гимназии Черкеска. Халимат Каракотовой, учителю начальных классов 1-й школы Станицы Зеленчукской. Марине Утигушевой, учителю истории и общества знаний Адыгихабльской школы. Было сложно, признается Халимат Каракотова, но ее девиз – без сложностей нет, больших побед. Впечатления, конечно, огромные, такие очень приятные, когда человек ставит определенные задачи, реализовывает, побеждается в каких-то конкурсах, это уже приятно. Ну а то, что так высоко оценили наш труд педагогический, вдвойне приятно. А за такую премию, за такую высокую оценку, за такое красивое, прекрасное мероприятие, очень торжественное, это тоже спасибо, огромное спасибо. Благодарственным письмом главы Карачаева-Черкесии поощрили научных работников удостоенных гранта главы республики Рашида Байрамукова, представителя СКГА, Александра Москвитина из Сауран, Лилу Тикееву и Аминату Зденову, представителей КЧГУ и Алану Хубиеву из университета Синегрия. Аслан Озов также вручил сертификаты земским учителям. Необычно то, что многие из них прибыли на работу в сельские школы Карачаева-Черкесии из других регионов страны, Касандарского и Ставропольского краев, Ингушетии и даже Сибири. Марина Перевалова из поселка Устердинской Иркутской области отныне работает в Прегратненской первой школе учителем русского языка и литературы. Когда я узнала, что стартует программа «Земский учитель», я на сайте зарегистрировалась и зашла прежде всего посмотреть, нет ли вакансии учителя русского языка и литературы именно в Прегратненскую среднюю школу. Потому что моя мама более 50 лет назад, она закончила именно Прегратненскую школу номер один, она училась после того, как закончила школу, она уехала в Сибирь посмотреть, какова природа Сибири, осталась в Сибири. И я, каждый год приезжая на летние каникулы к бабушке, всегда мечтала о том, что я смогу когда-то вернуться на родину своей мамы. «Исполнилась моя детская мечта», признается Марина, и отмечает доброжелательность и открытость ее нового коллектива и поддержку профильного министерства. Аслан Озов выразил благодарность всем учителям за их труд и пожелал дальнейших успехов на непростом, но таком необходимом, профессиональном пути. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.